Неделю назад я говорил, и моя тема была «Настоящий человек». Кто-то помнит, на каком месте Писания я построил свою проповедь на прошлой неделе? Миха, он сказал, в книге Михея написано, для того, чтобы быть человеком, не нужно в каждом месте бежать и говорить «Я верю в Бога». Но нужно быть человеком, который творит суд, человеком праведности. Знаете, что такое праведность? Когда ты милуешь не только тех, которые близко к тебе. Но твои глаза видят окружающее положение. И быть смиренным. Эти вещи противоречат тому, что мы видим в мире. Верь в том, что ты сильный и ты сильный. Ты милый, милый, милый. Или ты особенный, особенный, особенный. Конечно, каждый сильный и особенно, это правильно. Но если мы, как родители, сможем научить своих детей этим трём принципам, чтобы они были простыми, смиренными людьми. Я видел людей, которые должность получили чуть-чуть выше, чем продавец в киоске. И вдруг уже с ним разговаривать невозможно. Он достиг уровня второго мозгана в машине. И всё. Они родили нашим ширим мёд. И в самом худом. И в разговоре даже не чувствуется этого. Потому что это человек, который любит людей. Быть человеком. Сегодня моя проповедь построена на Псалме 126. Я буду читать с 3 по 5 стихи. Это дети, которые являются подарком. Для родителей. А не коре барусит. Дар Господа дети. Награда его плод чрева. Сыновья, рождённые в юности. Что стрелы в богатырской руке. Блаженство наполнит имя Колчанцева. Не посравнится он, когда встретится с врагом у городских ворот. Они носили до берак шап маэр. Я буду говорить быстро. Я не хочу занимать много времени. И тема несложная. Но это тема, особенно для родителей и для всех. Вы можете сказать. Бен שלי у когор бен 15. Моему сыну уже 15 лет. О, бать или бать 18. Или моей дочке уже 15 лет. Альпики твой кодеш. Согласно Святым Писаниям. А тем юди ми не кранар. Знаете, кого называют подростком? Миша юдея? Кого называют? А? Ахарай бар митцва. Миша лоит хатет. Отмах шивот. После бар митцва и до того, как жениться. Какие ещё есть ответы? Ад шилоит хатет. Пока не жениться. И монахну корим сипур шел Ицхака вину. Если мы будем читать рассказ нашего праотца Ицхака. Катув шиу айя басаде нар. Написано, что он был молодым человеком, живущим в садах. Когда Ильи Эйзер привёл его будущую жену. Если мы нормальным образом будем это читать. Ему было 60 лет уже. Подросток такой, 60-летний. Почему я это говорю? Если ты думаешь, что у тебя есть ребёнок, над которым у тебя нет власти. Но он всё ещё не женился. И ещё не получил от тебя наследство. Он подросток. Если ты пропустил слова, это время, когда нужно молиться. Но также нужно знать про власть, и что Бог требует от нас. Виктор, дети сегодня занимаются чем-то? А, жалко, их тоже можно было сюда. Ну, ладно. Окей. Дети — это наследие для родителей. Мы, родители. У нас рождаются дети. И у нас есть такая противоречивая мысль, что нам нужно поставить их на ноги с экономической точки зрения. Я могу сказать, что материальное положение очень важное. И очень важно, что каждый родитель знает, что нужно максимум вложить своего ребёнка. Но, к моему большому сожалению, только деньги не решают всех проблем. Есть ещё много вещей, которые родитель должен передать своему ребёнку. И у митцапе, что ребёнок преуспел в жизни. Рабим, мы и тану не едут это. Многие из нас этого не знали. Потому что мы некоторые росли в частичных семьях. И, к сожалению, многие наши родители тоже жили в семьях с одним родителем. Но что ещё хуже? Многие из наших прошлых поколений росли в атеистической атмосфере. И в атеистической атмосфере нам не хватает духовных корней. Но в Святых Писаниях написано, «Я верну вас в вашу землю». «Я очищу вас от идолов». «Я дополню то, что не хватает». «Господь обещает, что Он дополнит». Но также нам нужно приложить к этому руку. И деньги – это хорошо. Но мы понимаем, что те, которые больше растут, что человек приходит ногим в этот мир и уходит ногим из этого мира. И когда он стоит на суде перед Всевышним Богом, его карманы пусты. И что мы ещё учим из этих мест Писания? Что этих детей Господь дал вам. Иногда мы говорим так. Посмотри, какие у них дети. Или посмотри, какие у него дети. Или у неё. Какие вежливые, воспитанные. Они как преуспевают. А с моими детьми, чтобы я не делал, всё бесполезно. Кто такие мысли знает? Написано в Святых Писаниях. То, что дано тебе, дано тебе. И они подарок от Господа для тебя. Из-за того, что только у тебя есть таланты по настроению, состояние души и сердца, дары, чтобы заботиться именно об этом детях. Кто-то другой не смог бы это сделать, только ты. У Бога нет ошибок. И когда ты растишь их, что нужно в себе найти силы и возможности помочь им максимально. Когда я говорю об этом, я говорю не только вам, я говорю о себе. Когда ребёнок приходит к вам, сколько раз приходил и смотрел на вас как на какого-то сильного героя. Но иногда мы были заняты разными вещами. Я хочу рассказать один рассказ. Тот, кто использует Фейсбук, возможно, в одном из моих постов видел этот рассказ. Потому что я тоже видел у кого-то. И я подумал, что будет хорошо, если вам сегодня расскажу. Помните, был Александр Великий. Помните. Когда он завоевал Израильскую землю в Иерусалим, он не уничтожил нашу землю. Несмотря на то, что наша земля была в то время под персидским завоеванием, и служили персам, он не разрушил нашу землю. И традиция рассказывает то, что он не сделал этого, потому что у него был очень интересный разговор с мудрецами храма. Когда он завоевал Иерусалим, когда он завоевал Израиль, у него был разговор с мудрецами храма. И когда я прочитал эти рассказы, я подумал, это как будто ребенок спрашивает его отца или дети говорят про своих отцов. Иногда дети говорят так, мой папа самый сильный. Возможно, папа метр с кепкой, но в его глазах ребенка он самый сильный. или мой отец мой отец самый сильный, самый мудрый. И возможно, его отец занимает самую простую должность на каком-то заводе, но для него он самый важный. И вот разговор Александра Великого с мудрецами храма. Он спрашивал, кто самый мудрый в мире? Ему ответили, тот, кто умеет спрашивать и учится от всех, с кем он встречается. Разве это не то, чему нужно научить своих детей? Если ты ребенок мой, хочешь быть самым мудрым, это не значит, что нужно закончить какой-то университет. Учись задавать вопросы и учиться брать что-то от каждого человека, с которым ты встречаешься. И тогда ты действительно будешь мудрым. Ты, потому что учишься. Есть учеба в университете. Но мы знаем, что некоторые учатся, учатся, учатся и ни к чему не приходят. Но есть мудрость жизненная. И спросил Александр, кто самый сильный в этом мире? Я думаю, что нет такого ребенка, который не скажет ему, папа самый сильный. Где-то в каком определенном возрасте. И сказали ему, тот самый сильный, кто может победить свои желания, слабости. Что это значит? Мы знаем, что мы в жизни встречаем многие вещи, и наша реакция не всегда достойная. Вдруг кто-то, который гордый человек, гордец, или завистник, или гневается, или возможно у него сильное сексуальное влечение. Люди страдают разными вещами. Но если вы не можете объяснить, как отец и мать своим детям, что нужно победить свои страсти и похоти, это ли сила? Понимаете меня? Настоящая сила это победить свои слабости. И еще спросил Александр, мудрецов храма, кто самый смелый в этом мире? И ему сказали, тот, кто умеет обращать врага в друга. Мы выросли на фильмах Второй мировой войны. Наши дети выросли на фильмах Рембо и Шварценеггер. Кто самый сильный герой? Это Шварценеггер? Нет. Тот, кто увидит опасность или неправильного человека. Но когда у него есть достаточно правильный подход для того, чтобы обратить врага в друга, я думаю, что у каждого хотя бы один раз в жизни не была возможность обратить врага в друга. И обычно такая дружба потом является сильной. Согласны со мной? Это то, чему нужно научить твоего ребенка. Этому в школе не учат. В школе они пытаются заставить детей соревноваться. Но ты, папа и мама. Если ты понимаешь, что твои дети это подарок для тебя, и ты ответственен за них, и они стрелы. Понимаете, что такое стрелы? Сама стрела не может лететь. Но все твое отношение и подход к ребенку оно направляет эту стрелу. Некоторые родители говорят, мне все равно, что будет из моих детей. То, что будет, то будет. Куда хотите, туда идите. Это глупости. Стрела это, которой мы задаем направление. Через наши отношения. Через наши желания. Через наши слова. Через наши объяснения. Шааль, Шааль Александр. И спросил еще Александр. Кто самый уважаемый на этом свете? Кто самый уважаемый Билл Клинтон или Билл Гейтс? Это стандарты сегодняшние. Но тот самый уважаемый, тот, кто уважает себя. Тебе нужно научить твоего ребенка что он является образом и подобием Бога. И дать ему такое чувство, что несмотря на то, что там он не преуспел и здесь он не упал, он все равно является подобием ему образа Бога. и нужно его воодушевить. И нужно сказать, не важно, это ерунда. Часто мы становимся самыми строгими судьями нашим детям. И я тоже часто совершил такую ошибку. Но вдруг у меня открываются глаза. И то, что я когда-то не сделал словами, я пытаюсь сделать в молитве. И еще спросил Александр, мудрецов храма, кто самый богатый в мире. И сказали ему тот, кто доволен тем, что у него есть. Разве это не Новый Завет? То же самое мы читаем в Святых Писаниях. Если ты постоянно смотришь на кого-то, то у тебя присутствует грех. Но если ты доволен тем, что есть у тебя, и ты не останавливаешься, ты сам по себе протихоньку продвигаешься. Но ты рад. Тогда ты правда самый богатый. Потому что есть люди, у которых есть все. и всегда им мало. Есть они им, которые всегда хасыры, и они просто мемурмаримы. И еще спросил Александр у мудрецов храма, кто самый счастливый, самый радостный в этом мире. И сказали, кто нашел добрую жену. Разве это не Прит-41 глава? Это то, что мы по максимуму можем помочь нашим детям. Не искать самую образованную, красивую и богатую. Но то, что подходит ему. И тогда человек будет счастливым. И те, у которых хороший брак, из-за того, что они нашли правильную женщину, могут миллион раз сказать Амэн. И неважно, что что-то подгорело на тарелке. Самое главное, что свою жену ты любишь. Но эти вещи, мы, как родители, должны научить своих детей. Кто помнит Агаду, которую читают на Песах? Есть там часть такая, когда дети спрашивают своего отца. Есть простой, глупый, мудрый, наивный. Это такая игра в религиозном действии. Чтобы показать, что наша жизнь нашими детьми это вопросы и ответы. ты учишь своих детей задавать вопросы и интересоваться. В школах учителей у всех практически есть диплом бакалавра. Не бакалавра, мастер. М.A. М.A. Это бакалавра. М.A. Диплом магистра. Магистра. Они образованные люди. Они учат принципам Танаха. Но в Танах они не верят. Тогда что значит вся эта мудрость, которую они передают моим детям? С большим сомнениям. И это происходит во всех сферах жизни наших детей. но только ты ответственен. Они хотят сказать папы и мамы. Конечно, у ребенка есть свободная воля. и ребенок иногда пытается говорить так, я не хочу. Но пока он подросток, нужно пользоваться своей мудростью и своей властью для того, чтобы направить его в правильном направлении. и часто дети идут по твоей дороге. Просто генетика привлекает их в тот путь. Я, к сожалению, видел, что семья пережила развод или несколько разводов мама пережила. и это действует на ребенка. Иногда это является путь, по которому ребенок идет. К сожалению, мы живем не в совершенном мере. Но в Машеахе у нас есть сила это развитие спонтанно остановить. мазалот кивуним на несколько уровней ниже власти имени Машеаха. И вы можете с именем Машеаха, несмотря на то, что ребенок идет в неправильном направлении, и видите, что он копирует то, что вы делали в прошлом. Но вы можете вмешаться как мама и папа. И молитвой согласия просто остановить это неправильное действие. И открыть благословение небес для вашей семьи. Иногда мы от усталости говорим пусть уже будет как будет. Нет, но если я вижу, что внутри меня есть проблема, будь уверен, что каким-то образом в твоем ребенке это может также развиться. Поэтому удели время молитве, удели время разговору, и ты сможешь изменить неправильное направление. В первом послании Иоанна, во второй главе, в пятнадцатых и шестнадцатых стихах написано не любите мир а не того что в мире. Кто любит мир в том нет любви отчей. Ибо все что в мире похоть плоти похоть отчей гордость житейская не есть от Отца но от мира. Сексуальность это прекрасная вещь и говорится о ней в святых писаниях. Но только вы можете найти баланс между сексуальностью и похотью плоти. И это то, что дети прежде всего должны услышать от мамы и папы. Что это хорошо, когда у тебя есть желание создать семью и быть в интимных отношениях с твоим любимым или любимой. но не образом этого мира. Это хорошо, когда у нас есть желание и у нас есть планы. Но пухоть отчей это зависть. Желание, чтобы у меня было то, что есть у него. есть телефон галакси. У него есть телефон галакси. Я хочу галакси. Я хочу во вселенную полететь. Есть смысл в разговоре. Последний пункт это гордость житейская. Еще с первых начальных классов в школе я помню. всегда есть какой-то предводитель в классе, девочка или мальчик. Иногда ваши дети получают раны. Он меня толкнул. Она меня оттолкнула. Нужно объяснить ему что самые лучшие твои друзья это твоя семья. И хорошо если у есть друзья там и здесь. И в один день ты встретишь настоящего друга. И вполне возможно что это будет твоя жена или твой муж. Но дружба которая построена на соревновании это результат того что люди заканчивают школу потом армию. И заходят в такое соревнование мира. Они хотят преуспеть чтобы люди увидели что у него есть больше. Я благодарю Бога что у нас нет такого. Но я был в одной общине в другой стране в другой стране. и увидел вообще нечто странное. Все девушки были одеты примерно в одном стиле. и сумочки были шикарные. они они не смогли в израиля. и я в Мутагим, как они называются? В брендах плохо разбираюсь. И спросил, огромная была община, спросил одного парня, задал ему вопрос, в чем здесь дело? Он сказал, у них соревнования. И сумочки стоят тысячи долларов. Я сказал, раздавайте каждому по пакету супера. Это соревнования в этом мире. Для мира это смешно. Я хочу сказать, если ты не научишь своего ребенка, он будет влиять его окружение. И как стрела, он не выстрелит правильно. Лучше научить своего ребенка быть постоянным. И чтобы он был открыт для получения информации. Чтобы когда ты подходишь к нему, он останавливался и был готов слышать. Помните вопрос Александра? Кто самый мудрый в мире? Кто самый сильный в мире? Кто герой в мире? Кто уважаемый в этом мире? Кто самый богатый в этом мире? И кто самый счастливый в мире? Это наши каждодневные вопросы, и это общение с детьми. Если мы научим наших детей достигать правильные цели, и тогда это то, чему мы учились в прошлый раз. Будь человеком, у тебя будет прекрасный результат. Продолжение следует...